ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИЕ Ну, начнем с главного, с учителя. Наверное, это самая важная сфера в жизни любого государства, образования. Вот на данный момент ваша армия образования, образно так скажу, это сколько человек задействовано в городе Гродно? Есть ли какая-то цифра? Это же не 5-10 человек. В городе эта цифра довольно такая, скажем, она внушительная. Это 10,5 тысяч работников, которые работают в сфере образования. Ну, а непосредственно образовательным процессом у нас занимается порядком 6,5 тысяч педагогических работников, в том числе 3,5 тысячи это учителя, полторы тысячи воспитателя, и это вот все люди, которые, ну, а остальные, конечно же, это и технический персонал, обслуживающий персонал, инженеры-программисты, лаборанты, секретари, все, кто уже помогает работать в системе сферы образования города Гродно. Андрей Анатольевич, ну, давай немножко поясним людям, потому что многие еще путаются, что Гродно образование, конкретно городское образование Гродно, чем представлено, то есть университеты это не городское подчинение, хотя в городе Гродно и находится. Что включает в себя городское конкретное образование? Наше городское образование, это 145 учреждений образования, в том числе это 40, уже, хочу отметить, 42 школы, в том числе 10 гимназий и один лицей, ну, и, конечно же, это дошкольные учреждения образования, дополнительные учреждения образования детей и молодежи, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, ну, и один из таких единственных, это детский оздоровительный лагерь «Зорька юбилейная», это все система образование города Гродно, и в этой системе обучается и воспитывается порядком 65 тысяч наших детей города Гродно, 45 тысяч, это учатся у нас в школах и получают образование в школах и в гимназии, и порядком 18 тысяч, это воспитанники детских садов. Начался учебный год, 2023-2024, учителей учебный год начинается не с 1 января, а с 1 сентября, тоже важная дата. Уже озвучил ты, что сказал, что плюс еще одно учебное заведение, самая большая школа области, школа номер 42, иногда вечерами проезжаю в Грандич и вижу, что школа стала не просто школой, а то, что в прошлый раз мы общались, это неким центром притяжения для всех жителей микрорайона, в данном случае Грандич. Ну вот какие-то особенности 42-й школы можно назвать? Ну, конечно же, хотелось бы изначально перейти к диалогу по 42-й школе, отметить, что у нас все школы новостройки, которые на протяжении 10 лет вводились в эксплуатацию, они являются социокультурными центрами новых микрорайонов, как правило, эти школы все строятся в новых микрорайонах, и вот хороший опыт это микрорайон Ольшанка, где работают, функционируют две школы, они реально выполняют социокультурные. Такое, социокультурные центры микрорайона, но, конечно же, здесь хотелось бы отметить, что и 41-я школа в микрорайоне Ольшанка, она, в принципе, тоже такая же, как и, точнее, 42-я такая же, как и 41-я школа, это две крупные школы в Гродненской области, и Грандическая школа, которая вот сейчас уже у нас функционирует, скажем, практически месяц, она полностью выполняет роль социокультурного центра микрорайона, где учащиеся вместе со своими родителями полностью принимают Все то, что творится в школе, они вместе приходят и на спортивные площадки, также есть возможность посетить спортивные залы, ну и, конечно же, все школы, наши городские спортивные школы, музыкальные школы, центры дополнительного образования детей, тоже они нашли свое место в этой школе, и в этом году они уже функционируют функционируют или же набирают обороты для того, чтобы занять большую нишу в новом микрорайоне, максимально завлечь детей после занятий, чтобы они были заняты и не просто бегали по улице Ну и родители, которые проживают возле школы с детьми, показать пример, прийти на тот же стадион, где можно бесплатно позаниматься, но в то же время, я думаю, что и 42-я школа тоже будет предлагать услуги бассейна Однозначно, сейчас вот уже бассейн начнет полностью функционировать, обязательно будут оказываться услуги и взрослому населению, он будет работать, ну, минимум до 9 часов вечера, возможно, и до 10 вечера Ну, а сейчас хотелось бы отметить, коль стоит на улице такая прекрасная погода, спортивные уличные площадки, школы-новостройки, они действительно вечером задействованы как детьми, так и взрослыми, там порядком 500 ребят находятся ежедневно Ну и если уже мы заговорили про спортивные площадки, не только в новостройках, в этом году Гродно вместе с президентским спортивным клубом такое вот опробовал ноу-хау, когда были установлены современные спортивные комплексы и в старых школах, вот об этом, что это такое, и я там тоже наблюдаю, прям очень много детей Ну, здесь, конечно же, в первую очередь хотелось бы сказать слова благодарности общественно-государственной организации президентского спортивного клуба, администрации данного клуба за ту вот действенную помощь, которую они оказывают просто при установке, хочу отметить, безвозмездной установки воркаутных уличных площадок И у нас в этом году мы три такие воркаутные уличные площадки установили в трех учреждениях образования, и вы знаете, хотелось бы отметить, ну, на сегодняшний день вот мы проводим, ну, скажу, не скажу слово мониторинг, возможно, тоже слово мониторинг Наполняемость этих площадок, насколько они рациональны в использовании, как они пользуются спросом и у местных жителей, ну, покуда цифры такие, скажем, шокирующие, они действительно восстанавливаются В хорошем плане В хорошем плане однозначно, они действительно востребованы, и вот я уже тоже ранее комментировал, было приятно, когда утром мы привезли первую спортивную площадку в район школы номер 5 Увидев местные жители, кто любители позаниматься на стадионе, они просто пришли и без всяких просьб стали помогать разгружать детали воркаутной площадке для того, чтобы восстановить А потом уже, приходя, спрашивали разрешение, действительно ли можно нам, взрослым, позаниматься на данной площадке Ну, и действительно нереально пользуются спросом Мы уже прожили, скажем, почти месяц учебного года И если для детей летний период время отдыха, ничего не делание, как они называют, я говорю по своему, например, старшему ребенку То для учителей, особенно для администрации, наверное, самая горячая пора, и в прямом и в приносном смысле, это подготовка школы в этом году Паспорта все получили готовность, понятно, насколько сложно было ли, что было поменено, что заменили Я вот не один раз слышал, это обращали внимание, и начальник отдела образования обращал внимание именно на кухне, на столовой, которая находится в школах Ну, в этом году, в основном, мы проводили, скажем так, текущие ремонты учреждения образования во время подготовки к новому учебному году Были у нас небольшие капитальные ремонты, но одно, не скажу, что большое внимание в этом году мы уделили пищеблокам Ну, мы их отремонтировали, мы их привели в порядок, работают технологические оборудования на пищеблоке чисто, где-то заменено Но вот капитальных вложений, конечно же, в пищеблоке в этом году мы не делали Возможно, в следующем году мы будем проводить ремонт пищеблока в средней школе номер 33 Смотрим вот сейчас при формировании бюджета на 2024 год, и будет принято решение Ну, а большое внимание в этом году было уделено замене оконных блоков в учреждениях образования Это порядком полторы тысячи оконных блоков, если не ошибаюсь, три с половиной тысячи квадратных метров оконных блоков Это вот будет заменено в учреждениях образования Спортивные площадки, как мы уже ранее отметили, тоже мы посмотрели и отремонтировали в этом году И тоже стадион средней школы номер 5 Ну, хотелось бы также отметить, что вот бюджетная составляющая по ремонтам По подготовке учреждений образования к новому учебному году Это порядком миллион восемьсот белорусских рублей было потрачено на подготовку Ну и, конечно же, внебюджетные средства учреждения образования тоже здесь не остались в стороне Тоже такая серьезная цифра была учреждениями тоже потрачена на подготовку к новому учебному году Но также хотелось бы вот отметить, возможно, это будет и интересно нашим слушателям, зрителям Что порядка 2960 рублей на сегодняшний день это стоит обучение ребенка в год Согласно нормативного финансирования И если эту цифру умножить на 11 лет, это в районе 30 тысяч бюджетных ассигнований у нас идет на обучение ребенка в общеобразовательной школе То есть, когда человек говорит, у нас образование бесплатное, да, для человека оно бесплатное, но бюджет за это оплачивает сумму только что мы услышали Конечно же, хотелось бы, да, образование у нас бесплатное, но вот сумма, которая затрачивается бюджетом на одного ребенка на протяжении 11 лет или же в обучении на один год Вот это вот цифры, помимо того, что это чистая цифра, которая идет на зарплату, на коммунальные услуги, на питание, содержание ребенка Плюс цифра еще к этому на вложение капитальных и текущих ремонтов по содержанию самих учреждений образования из местного бюджета Это вот тот самый социальный вопрос, которому все говорят, а нам-то что получается от государства? Вот образование, вот сумму только что мы услышали, эта сумма, она приблизительна, потому что она гораздо больше, с учетом всех вот этих вложений Начался учебный год, еще раз повторюсь, и если опытные родители уже знают, как и что, то неопытные ищут в интернете там, как записать ребенка в кружки, сколько стоит Наверное, сейчас мы скажем, сколько это стоит, это стоит 0 рублей 0 рублей, да, действительно такое есть, существует, просто почему-то мы не хотим узнавать, не верим, а ведь очень много кружков Это я не говорю при школах, а есть еще и еще два больших центра Центр дополнительного образования детей и молодежи, это наши два городских центра, это «Спектр» и «Промень», которые проводят широкомасштабную акцию по записи детей Отмечу, кружки бесплатно, секции, и мы предлагаем сегодня в этом, сегодня и вообще на будущее Анализируем ситуацию с кружками и анализируем спрос данных кружков для того, чтобы это было интересно и ребятам, и взрослым И вот в этом году мы уходим в технологии инженерного направления и уже буквально через месяц мы попробуем открыть такие мини-лаборатории на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи «Спектра» Это инженерное направление, там скажем, такой детский технопарк, где мы представим несколько лабораторий для организации работы именно в инженерном направлении Это будет и лего-конструирование с программированием, это будет работа на 3D-принтерах, печать на 3D-принтерах с последующим сбором каких-то деталей и программированием, опять же Это работа на станках по управлениям, где ребята тоже самостоятельно смогут выполнять операции для того, чтобы лазерное оборудование могло вырезать определенные там где-то какие-то коробочки, сувенирную продукцию, фрезерные элементы на определенных видах И после этого, ну, посмотрим, как оно дальше будет у нас развиваться, но планы, планы, планы большие Опять же, для детей это, опять же, бесплатно Однозначно, это, конечно же, бесплатно Но бюджет все это оплачивает Еще одно направление в последние годы, ну, я очень активно смотрю за этим, мне это направление нравится, иногда говорю, что, наверное, мы где-то упустили И еще раньше надо было это делать, это патриотическое воспитание, это наши патриотические классы, клубы, которые с каждым годом, смотрю, все больше желающих поучаствовать в этом В Гродно, насколько это активно? Вы знаете, Сергей Иванович, ну, мы довольно серьезно относимся к данному направлению У нас в каждом учреждении образования созданы военно-патриотические клубы Работу данных клубов координирует городской центр патриотического воспитания ГОНОР Вообще он курирует все направления по гражданско-патриотическому, военно-патриотическому воспитанию детей в городе Гродно И такие серьезные направления, это несение вахты памятью поста номер один в парке Жилибера Наверное, все вы обратили внимание и видите, как наши ребята ежедневно заступают на пост для того, чтобы отдать дань честь памяти погибшим воинам Они с удовольствием несут вахту памяти, они стремятся к этому И действительно, это сейчас вышло на такую довольно серьезную волну, когда они понимают, где что и что им предстоит делать Ну и конечно же, это наши патриотические все мероприятия На высоком, широкомасштабном, скажем, у нас уже стало это проведение, традиционное проведение нашей городской зорницы Где участвуют практически все учреждения образования города Гродно, это два дня Подготовка стала намного серьезнее и итогом в этом году, вот, к примеру, наша гимназия номер 10 Стала победителем республиканского игры зорницы, будучи победителем нашей игры зорницы городской Значит, мы уже делаем выводы, что действительно ребята готовятся, это, ну, такое серьезное направление Ну и конечно же, во многих учреждениях образования работают профильные классы по военно-патриотическому воспитанию Тесное сотрудничество с военным факультетом, слова благодарности курсантам, руководству военного факультета, которые действительно нам помогают работать в данном направлении Ну и конечно же, наши руководители по военно-патриотическому воспитанию Это в рамках шестого школьного дня, экскурсии на воинские части, знаковые места, транспортные экскурсии, пешие экскурсии по городу Тоже везде рассматриваются эти вот направления Ну и закончился у нас уже летний сезон Тоже хотелось бы отметить, что у нас организация военно-патриотических лагерей на базе воинских частей в этом году прошла так неплохо Мы наметили для себя уже определенные пути на следующий год Сотрудничество очень тесно с шестой бригадой Вот у нас было четыре лагеря на базе шестой бригады Это, ну, ребятам было очень интересно Помогли очень хорошо руководство воинской части И в дальнейшем будем в этом направлении работать Ну и одно из направлений — это открытие военно-патриотических клубов Посредственно на базе воинских частей Отлично у нас работает клуб «Циркон» воинская часть 55-22 Карбышевцы — это на базе инженерной бригады И сейчас прорабатывается вопрос открытия военно-патриотического клуба на базе зенитно-ракетного полка Вот выбраны уже опорные учреждения образования Которые будут работать в этом направлении Но это не значит, что опорные Конечно же всем детям, желающим детям Мы предоставим возможность посещать данные клубы Ну и впереди уже, скажу так, забегая через месяц У нас осенние каникулы начнет работать Не то, что начнет, а массово будет продолжать работать Городской центр патриотического воспитания Где будут приглашаться ребята На базу центра дополнительного образования промения Где будут проводиться с ними мероприятия Экскурсионная деятельность Уже в каникулярный период Общаясь, кстати, с руководством воинской части 55-22 Они отметили, что многие упражнения Школьники наши городские делают Как это так сказать, чтобы не обидеть Солдосрочную службу Более качественно Более эффективно Более эффективно, да Чем военнослужащая срочная служба С большим энтузиазмом каким-то И иногда приводим в пример И бойцам бывает стыдно Что вот школьники делают это лучше Если касаться другого направления Есть и такое направление в городе Гродно Это педагогические классы Где вы со школьной скамьи уже готовите Сами себе замен Насколько здесь активно работаете? Мы стараемся активно работать в этом направлении И видны такие хорошие подвижки в этом направлении Извините, такое слово Открываются педагогические классы Мы готовим специалистов во всех, скажем, областях, направлениях А про себя тоже не стоит забывать Поэтому мы тоже стараемся пополнить эту нишу И, конечно же, подготовка целевых направлений Для поступления в дальнейшем на педагогические специальности Желающие же есть Конечно Почему? Потому что мы в преддверии Дня учителя пишем И, наверное, следующий вопрос Я, как человек, тоже имеющий отношение к этой профессии Все-таки два образования у меня педагогических Поэтому, если вдруг нужен учитель начальных классов Либо преподаватель информатики, математики Я готов рассмотреть предложение Дефицит на сегодняшний день математики, информатики Я, вот скажу честно, вот я как попал Это было желание мамы Мама у меня педагог, воспитатель У меня в детском саду И она сказала, простите, за руку Завела меня в свое время в Лиде В педагогическое тогда училище О чем я не жалею И передаю привет всем своим одногруппникам Однокашникам Особо слова на благодарность Моим преподавателям Которые тогда рассмотрели меня И слепили то, что я есть сейчас И потом университет Где получил дополнительно еще несколько специальностей Ну, меня мама привела А вот у вас-то как? Ну, меня, наверное, своя мечта привела, скажем так Как-то, если честно, в свое время Обучаясь в институтах Дальше заканчивая курсы повышения квалификации Перебодготовки, академию И оно все везде, все время приходилось так вот учиться И по сути дела, получается Наверное, сам пришел в профессию Не то, что, наверное, сам Сам пришел в профессию Подтолкнул меня, конечно, учитель химии В средней школе номер 26 Которая сказала Говорит, Андрей, у тебя же золотые руки Вот надо тебе идти Надо идти пробовать И давай вперед Это будет твое И вот уже на протяжении практически 30 лет Это мое Работаю в этом направлении Ну, и, наверное... Ну, вот эти этапы Пришел в школу Стал учить Оп, и предложили директора Это было неожиданно? Сергей Ильич, вы знаете В чем-то все же было новостройка в свое время? Это было, нет Это было изначально средняя школа номер 15 А уже потом школа новостройка Да Но оно было как-то, скажем Немного даже, да, скажу неожиданно Но оно к этому все как-то так вот постепенно Оно и шло Вот работая в средней школе номер 12 Учителем трудового обучения Работая довольно так давно Участвуя во всех мероприятиях Проводил мастер-классы Сдавал на категории Высшая категория Все постепенно Для того, чтобы быстрее Встать на ноги Ну, и вот, наверное, администрация заметила Был, скажем так, извините Знаком с работой администрации Средней школы номер 12 И вот был Приходилось очень часто проводить Мастер-классы для педагогов города И области Был замечен районным отделом образования Ну, и после этого поступило предложение Стать директором средней школы номер 15 Ну, и после этого все началось Я смотрю, что вот в последнее время На руководящие должности Наверное, это все-таки инициатива Исходит и от начальника образования Очень много молодежи Доверяете им? Конечно, конечно Мы смотрим, отмечаем креативную молодежь Те, которые стараются, работают Проявляют себя в различных видах конкурсов Стараются участвовать в жизни школы В жизни системы образования города И, конечно же, в первую очередь Они уходят на перспективный резерв Молодых кадров на руководящие должности И мы с ними будем начинать плотную работу Для того, чтобы подготовить нашу креативную молодежь Уже в будущем занимать руководящую должность Знаю вот так вот Не для эфира, но все-таки скажу Когда общались, очень сильно расстраиваешься сам Когда чуть меньше медалей завоевывает Гродно На республиканском этапе Республиканских олимпиад Чуть меньше, скажем Чуть меньше там золотых медалей Но при этом Гродно всегда Какой-то там тройки лидеров Среди всех городов Беларусь Секрет успеха городинского образования Вот одним предложением В чем? Мы лучшие Ну давай завершим, наверное Раз я сказал, что в преддверии Дня Учителя Неважно, даже если программу кто-то посмотрит в феврале А все равно будет приятно Давай попробуем в конце поздравить всех педагогов Тех учителей Это и воспитатели, и детские сады И школы И, наверное, мы вспомним Среднее учебное заведение И высшее, которое в Гродно есть Всех их ждем учителем От лица начальника отдела образования Гродинского госполкома Слушай, уважаемые коллеги Конечно, от чистого сердца Хочу поздравить с нашим Профессиональным праздником Что нам нужно пожелать? Нам нужно пожелать терпения Конечно же Креативных, классных, хороших учеников Ведь плохих же учеников не бывает Они все у нас хорошие Где-то кого-то подстегнуть Где-то кому-то помочь Подставить плечо Но это наша работа Уважаемые коллеги С праздником Здоровья, терпения Мира Спокойствия в семьях Вашим близким Всего самого лучшего И самое главное Чтобы ваши близкие понимали Что наша профессия Ну, у нас вот такая профессия Учит детей Это где-то мы работаем И выходной день Мы задерживаемся после работы Для того, чтобы пойти посмотреть Как организован досуг детей В вечернее время Коллеги, с праздником Всего самого лучшего Спасибо нам, педагогам города Гродно Потому что мы, я считаю Одни из лучших в республике Спасибо огромное Но я от лица Гродно Плюс Также поздравляю всех Кто имеет отношение к образованию Наверное, даже тот человек Который и полочку прибивает Он тоже какой-то делает работу В той же школе Или в том же детском саду Ну, и, естественно, воспитатели, педагоги Учебных заведений Средних, средних, специальных, высших Мои одногруппники Всех вас с праздником Ученики У меня тоже были ученики Я успел поработать За вас тоже с праздником Всех помню, всех обнимаю У нас в студии сегодня был Начальник отдела образования Гродненского госполкома Андрей Семанчик Ну, и еще раз с праздником Спасибо 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 Спасибо